В редакцию нашей телекомпании обратились жители одной из новостройков Волжского. Люди справили новоселье всего год назад и с тех пор борются за право жить в сухих квартирах. Дело в том, что в доме протекает крыша. Дождь, который накануне шел в городе целый день, вновь обострил проблему. Однако столь острой она является только для самих жильцов. Добиться каких-либо действий по ремонту кровли волжане пока не могут. На месте побывала Наталья Стеганцева. Ключи от собственной квартиры семья Евдокимовых ждала 20 лет. Беженцы из Грозного, они жили в одной из двухэтажек на острове Зеленый. Их дом попал под федеральную программу переселения. Однако пригодной для жилья квартиру в новой девятиэтажке назвать было сложно с самого начала. Почти все потолки были мокрые, а на полу стояли лужи. Получив ключи, с 7 марта 2012 года, войдя в квартиру, я уже видела, что кровля неисправна. Что тут серьезные нарушения идут. И в спальной, и в кухне, ванная комната, туалет. И сквозные дыры были в потолок по стояку, это в туалете. Видимо, изъянность строители устранили после наших жалоб, рассказывает хозяйка квартиры. Но, видимо, проблема осталась. Коридор, туалет и ванную буквально заливают водой после каждого дожде. После недавнего двухдневного ненастья стены и потолок еще мокрые. Убрала полотенца, они висят не на своем месте, так как все это капает, все это течет, и все они были мокрые. Аналогичная картина и у соседей по лестничной клетке. Однако эпицентр приходится на площадку в подъезде. Из-за огромной лужи перемещаться по ней можно только короткими перебежками и прыжками. Но если лужу можно вытереть, то электрощиток коротнет в любой момент, опасаются жильцы. Кровлю нужно срочно ремонтировать. На руках у людей уже несколько заявлений и актов обследований от управляющей компании. Они как слышат Мира-145, так уже приходить отказываются, рассказывает Елена Генералова. Вот и сейчас, второй день уже ждем. И никого. Вновь в свою управляющую компанию жильцы позвонили. Уже при нас. Здравствуйте, это улица Мира, дом 145, квартира 48. Мы к вам вчера звонили по поводу протечки. Я вчера не работала, мы сутка не работаем, я сутка не работаю. Она сказала, вчера заявку не передал, это диспетчер. Написали на сегодняшний день только одну квартиру, 49-я, остальные вообще никто. А то, что я с мастером вчера... Никто не подавал, она сказала, ничего. Жильцы злополучного дома не намерены останавливаться в борьбе с текущей крышей. И планируют в ближайшее время обратиться во все инстанции, в том числе в областную жилищную инспекцию и прокуратуру. Напомним, что девятиэтажка была возведена по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. И сейчас к даче готовится второй подъезд этого дома. Наталья Стегонцева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...